Хайо, ребята, с вами Фибоначчи. Мы продолжаем прохождение Nine Souls. Ну в то ве, в то ве. Здесь путь только вниз. Как раз таки вот в эту яму. Чтобы ее открыть, надо подключить проводки. Один провод ведет сюда. Оу май. Их сначала надо включить. Так. Но это... Мне сейчас надо будет статуи ломать. Вон они стоят. Ну чувака, этого сейчас присадим сразу. Бамс. Кстати, если я по нему попал, то он и не тпшится, да? Прикольно. Так, вот что-то можно сломать. Начали двигаться. Для чего это? Для того, чтобы туда вниз попасть. Правильно? Так, я понял. Вы снова живы. И значит, вот тут эта фигня тоже снова жива. Ой, у меня же полторы тысячи. Прыжок. Прыжок. Хорош. Хорош. Просто лучший. Лучший вообще. Прыжок. Прыжок. Ломай. А, ну это вот один, собственно, провод. Это и есть один провод. Для который правый. И тут вот больше ничего нету. Пусть лифт нас поднимет. Ну, туда наверх, направо тоже надо до конца добежать. Вообще, все надо обыскивать. Да, блин. Ну ты вот там вообще мне не нужен, дядь. Ну, можно его убить, например. Ах, ты подлец. Тварь, а? Вот репал нервишки ты все-таки. Своими дротиками дебильными. И тут попал. Ты же хочешь вернуться обратно? Опа. 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 Ты, блин, а? Ломал. Что-то меня покоцали. Нелепо как-то. Один нелепо покоцал, второй нелепо покоцал. Бесят. Там вон пути налево. Были. А здесь я вряд ли туда уже попаду. Надо по тем скакать было. Так. Не косячить. Не косячить. Вот. Блин. Запустили механизм. Ну, теперь да, туда. Да. А вот теперь сюда. Там внизу копейщик. Он спиной. Ой. Вдарит, не вдарит. А кто там что-то сказал? Ты, падла, сказал. Я до тебя доберусь. Здорово. Я вас понял. Это что за, блин, за киборг? Пину. Пину. Как к ней пробраться? Оттуда, что ли? Сверху она как-то надо. А вот отсюда сверху. А! С щитом же был, да? Блин. Я пойду их убью. Я что, их боюсь, что ли? Я не боюсь. Лишний опыт мне тоже не помешает. Причем в спину. Почти что. Почему луком не пользуешься? Пользуйся луком. Лук наше все. Ай, больно. Ах ты, падла. Меня выкинули просто. Скотина! Я ж тебя... А, тебя сломать надо. Второй. О! Вот она, блин. Но там-то еще одна. Веревочку. Чтобы что? Чтобы спуститься сюда. Подаряжай, Махмуд. И давай, Махмуд, так. Больно будет. Да хилиться надо. Хилиться. А мне его надо было поймать, а я не поймал. Его нужно было успеть убить. Вот тут еще механизм, где эти штуки поедут. Ну, вон он. Начни сюда. Подаряжай. Нет, еще меня толкнет. Я ее выключил. Конечно, раздавит. Я что-то не посмотрел, куда там дальше-то. Не страшно. Так. Теперь было с той стороны. Ну. Веревка сверху. И тут сверху. И как на этот верх-то я должен попасть? Так. Не о том думаю. В таком состоянии я не могу эту птичечку запускать. Ну, сейчас попробуем вот после этой. Сейчас они стукнут. О. Так. Ладно, я вторую не видел. Грубый и невоспитанный. Так, там сейчас опять сверху приплющит. Че ты следишь за мной, придурок? Дело Стража Сумерика, номер 19. Не будем его читать. Никто не помнит, что за Страж Сумерик. Понятное дело, что он вот помер. Лот Дау. Но я на самом деле думал, что я попаду к этой. А к этой я попаду вон оттуда. А туда я попаду никак. Почему так? Да как не как, а да как. Вот так. И вот так. Проблема решена. А я не готов. А он меня сейчас убивать будет. А он с щитом. Но это мини-босс, а не босс. Но у него щит. Который надо ломать. В этом его и сложнее, да? Да я и вообще не знаю, что с тобой делать. Ему щит ломать, который сразу снова у него это появляется. Ага. А она прострелит через стены? Я его... Я сломал щит. Блин. Тогда проблема решена. Итого мини-босса я тоже тогда выщелкаю быстро. Давай. Раз. Два. Ты такой гад, а? Ты даже не представляешь просто. Че нервы трепешь? Совершенствованный компонент. Ну и все. Туэту ломаем выстрелом. И забиваем до смерти босса. Да, можно сейчас идти. А потом пойдем все открывать. Без щитов мало что сможет мне сделать. Справа был? Да. Ну как мало. Пару раз отделать все равно сможет. Уже начал. Да блин. Да блин. Слышите? Я вообще ни фига не понял, что с ним сейчас делать. У него какие-то новые атаки все. То он только кинжалами кидал. А я даже зарядить не смог. А ну мне надо заряжать? А ну мне не надо. Забыл, что пауков скотин призывает этих. Так, вон моя штуковинка лежит. Ну сразу огреб. Хорош. Почаще так делай. И так тоже. А так пореже лучше. Потому что ты, блин, гнидая. И вот так вообще не делай. А вот так часто. Хоть каждый раз. Ай! Попал. Конечно, он не даст мне покурить. Хорош. Хорош! Эй! Эй! Тиньян! Это вот обычные небесные стражи. Просто элитный боец. Такие еще будут встречаться. Оружие, снятое со стражи. Кольцо огненного шторма. Личное оружие Тиньяна, небесного стража. При контакте испускает энергетический импульс, дробя и разрывая кости и жир противника. Ключевой предмет. Не знаю, что это меня изменит. Урон увеличит как-то. Такс. Не вышло. Теперь вышло. На это детский сад. Любой тут пройдет. Вон туда мне налево. Но там что-то вон надо сейчас будет. Ай! Вот что там надо будет. Привет. Что с тобой делать? Тебя заблочить? Конечно, все интересно. А где вырубать? Где второй кабель подключать? А, вот тут внизу. Не, так не получится. Только так, как требует игра. Сокровище там, где сохранение. Чего? Недалековато ты меня отбросил? Настолько маленький рывок, что ли? А вниз-то как? А вниз-то как? Их как-то отключать надо. Тут должно что-то ездить. Там нигде не подключишь ничего. Слушайте, я отсюда вообще вон не упрыгаю. Там что-то надо включать, и это что-то будет... А! Ну так я на ней уже ехал. Просто я бросил зачем-то это дело. Он будет увлечиться, а то сейчас убьет. Ну идти отдыхать. Самый-самый низ. Ну и сокровище забрать. Оно здесь? Нет. Здесь. Здесь. Прекрасно. Травяной катализатор. Материал. Катализатор можно установить на трубку. Трубку усиливает. Да понятно, что нужно второй. Так. Ну давай. О, еще два левела. Ну и что берем? Максимальную емкость заряда ЦИ. Давай. Этот заряд ЦИ вообще в игре не нужен, по сути. И как заставить вас ездить? А, так не сюда. Вот опять этого говноря убивать. Он же не хотел умирать сам. И этих убивать. О, ты выжил после взрыва? Блин, вот эти везде подлянки. Нельзя опустить экран. Да, я ехал, только я наверх туда улез. Вот не доехал. Тут лучи. Правильно. Правильно. Вот и все. Можно двигать дальше. О. Ну это испытание. Либо прыгать, либо испытание боем. Здесь вот прыгать. Но сначала. Прикольно, блин. Вон туда надо долететь. Окей, здесь не успею. Нет, это наверно надо было, чтобы я просто посмотрел, кто меня ждет. А, нет, надо будет долететь именно. Туда-сюда скакать. И где последняя будет? Понятно, последняя будет там. Но мне надо опять туда идти. Зачем я так сделал? Непонятное происходит. Полететь надо до последней. И надо было тут сейчас нажимать. Надо было лететь до последней. Как я и хотел в начале. Вот и все. Сколько их в другую сторону теперь развернуть. Компонент какой-то. Заброшенная шкура. Анима. Это яд. Надо же. Теперь выбираться отсюда. Класс. Кайф. Блин. Что за бред? Ну все. Туда, вниз. Больше же некуда. Вали давай. Да и можно отдохнуть. Почему нет? Нет. Туда же все на 100% пройдено. Когда прыжок дадут? Мне кажется, мне не прыжок. Первым делом дадут двойной. Двойной прыжок будет в самом конце. Тут и потом под конец отбегал все одинаковые локации. А сначала дадут щит. Скорее, скорее. Ублёдок. Как ты так быстро? Я хотел сказать, ты, может, и целеустремленный, но все же еще слишком импульсивный, юноша. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Когда же закончится этот бессмысленный круговорот в месте? Так, посмотрим, 55%. Мне надоели твои нотации. Ну, полегче. Знаешь ли, ты, что в молодости я был таким же, как ты. Я все превращал в спор и много ругался с отцом. Как говорится, пренебрегаешь советами старших, потерпишь крах. Если старик не заслужил уважения своими делами, то и требовать его от молодежи не вправе. Хватит использовать свой возраст как оправдание. А, ах ты ж хитрый лис. Я тоже когда-то считал стариков оторванными от жизни и непрактичными. Они вечно твердили о наследии, истории и прочей ерунде. Однажды мой старый отец пришел ко мне со старинной музыкальной пластинкой. Уходя, старик случайно споткнулся о порог. Его хрупкое тело крепко вцепилось в пластинку, когда он падал, как будто она была дороже его собственной жизни. Я бросился поднимать его, и тут он сказал мне, чуть не вышло, чуть не упустил ты шанс ее послушать. В тот момент меня осенило. Я наконец понял, что они так стремились защитить. Понимаешь, мы все тени своих предков. 83%, еще немного, совсем чуть-чуть. Ты ведешь себя подозрительно с самого моего появления. Что ты там делаешь? Ты пытаешься выиграть время? Как и старая пластинка моего отца. У меня тоже есть старинный артефакт, который я хотел бы тебе показать. 98% 99%. Просвещайся. Именно так я и добился своего положения. Кого-то призовет. Конечно. И этот кто-то меня убьет. Ну да, какая-то тварь вылезла с топором. Ты босс? Что умеешь? Признавайся. Бить умеешь. Я тоже умею. Прикидываешь? Я тоже умею бить. О, вау, вау. Эй, а ничего, что я отсюда уже уйти собирался? Чуть меня не убил сразу. Еще раз так сделаешь, тебе дичь. Наступит. он филиться так а чё-то я его даже не надамажил своей этой да у него очень резкие есть удары опять кличится сел да дай свалить потом идут резкие чарески достал о чем я хп не было что я даже не заметил вроде не сложный единственный когда он это когда он садится то чё с ним делать как ему сбить эту регенерацию и ваш не до трубку можно было сейчас ну поменять чтобы хотя бы побольше побыстрее келиться это сразу заряжаем сейчас а я возьму свой опыт я опыт говорю свой возьму ты придурок все же дарил и тут он попал и тут он попал да как ты бьешь я тебя по ним не понимаю глупая ерунда то он вроде прекращает то он опять начинает стучать мой сел просто лечиться да блин парла и стать же не дает все выкидывался опять ты дебильна бьешь по смене вроде как больше урона хотя одинаково он опять фигней страдает достанет ну конечно достанет и лица ой 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 говорю да передел передел пошел ты Решкие удары Подлец Скотина Недоразвитая, тупая Убить, 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 убить Ну да, он меня перехиливает У меня столько урона нет Все, не дал я ему вылечиться Это все, на что он был способен Но это не босс, это так, мини Стояние прототипа боевого лорда Конечно прототипа боевых лордов Занято один из двух В конце эпохи смут, когда эффективность солдат Дзянши начала снижаться Королевство Дзе вложило свои Ресурсы в новое начинание Проект боевой лорд Используя новейшие технологии трансмутации Они соединяли солариан с генами животных И объединяли их с механическими скелетами Чтобы увеличить их разрушительную мощь В качестве боевых машин Однако, этим созданиям не хватало Самостоятельного познания И они часто сходили с ума В конце концов, проект был прекращен Из-за перемирия Ему, наверное, так нормальный опыт Это насыпало И? Что это было? Это был сундук Грозовая бомба Ключевой предмет Древнее оружие Можно передать Куафу Легенда гласит, что знаменитый Фан Ши Уничтожил целую роту людей Из Дзе С помощью грозовых бомб Позже Лив запретил Использование этого оружия Из-за его чрезмерной летальности Здарова Ты наконец-то прибыл, друг мой Я знал, что мы еще встретимся Обычным пассажирам Не положено находиться в этой зоне Мы не будем зацикливаться На таких мелочах Оглянись вокруг Захватывает дух, правда? Это бескрайнее море Солярианского наследия Хранится в безграничном хранилище Только что мему прошел Старик одет и в плащ Не видел, куда он направился Я знаю, что ты ищешь Ян Лао И также я знаю Что ты собираешься с ним сделать Я хотел спуститься в хранилище Пока оно еще функционирует Чтобы своими глазами Увидеть все эти сокровища И убедить меня не уничтожать эти древности Чего бы это? Многие верят, что сохраняя древности Мы можем каким-то образом Воссоздать их красоту Но я с этим не согласен Взять, к примеру, вот это Ты когда-нибудь читал прощальное послание? Мой учитель заставил меня его выучить Его написал тиран из древнего царства Дзинь Дзетун Писатели звали Дзетун Будучи их последним королем Он был амбициозным правителем И выдающимся каллиграфом Что касается того, что он был тираном Это всего лишь вопрос точки зрения Столетия назад он попытался силой Объединить девять царств Пенлая В конце концов он был повержен Лиром И его гильдей Фанши Он написал его последнее Это послание, когда войска Лира Начали штурмовать его дворец А закончив его Покончил с собой Переполняющую его слова жизненную силу Можно почувствовать только в тот момент Когда он переносил их на бумагу Он вложил свою печаль И негодование в каждый мазок кисти Это то, что будущие поколения Не смогут ни повторить, ни воспроизвести Это всего лишь твои романтические фантазии О древних временах Мы даже не можем доказать Что это действительно написал Цетун Эх, действительно По моему скромному мнению Возможно прощальное послание Не нуждается в увековечивании Древние реликвии подобны фейерверкам В ночном небе Их ценность заключается В мимолетном миге великолепия Зачем цепляться за вечную красоту По сравнению с этим великолепным мгновением Людям трудно отпускать некоторые вещи Даже если всему придет конец Неужели так трудно просто отпустить? Не знал, что ты такой пессимист Пессимист? Эх, вовсе нет Я не гадаю на кофейной гуще Я говорю лишь о том, что уже известно Истина всегда кроется в гексограммах Это как-то связано с твоими Сверхъестественными способностями К предсказаниям Если это так, то почему бы тебе не рассказать Мне, что произойдет дальше С радостью Это эти контейнеры и сокровища Будут погребены Они станут могилой В которой упокоится Цол Ян Лао Правда Мне все равно, как Ян Лао В итоге встретит свою смерть Но если я поймаю себя на том Что ты его предупредил Это будет наш последний разговор Не беспокойся Дело решено Поэтому я не могу вмешиваться Перестань подбирать Подбивать меня Испортить сюрприз Иди и сам все проверь, друг мой Прощай До скорой встречи Прощай Я вспомнил Блин, мне же надо было песенку разгадывать А я вообще про нее забыл Мелодию песенку Пока просто отдохнем Там где мелодия Там вообще может быть путь дальше Хотя вряд ли Ну, там крутить нельзя Я бы покрутил Да-да-да Вон, путь дальше Поэтому особо-то торопиться не надо Но там может быть и второй прыжок Везде закрыто Но что-то надо тут разгадать Пока не активно Ну, это что-то на заднем плане Это лифт, блин Это не лифт Я не знаю, что это В это можно войти По крайней мере А, ну вот Айо Бачи, проклят Этот сопляк разрушил Синтяня Это было древнее оружие Передававшееся из поколения В поколение В семье Дзинь Бесценная реликвия Которую я никак не могу компенсировать Если совет начнет расследование Мне конец Черт-черт-черт Не могу же я сидеть сложа руки О, погоди у меня Я покажу Ты еще попляшешь у меня Бесится дедок Я все еще здесь Надо пройти все Я так понял Пять вот этих этапов Это вот желтая лампочка Но это и легко Этих две тут Так Не забываем, что она По мне может попасть Ты собираешься обратно? Собираюсь Эй Пацан Айпатлец Эй Мимо Блин, но тут карты нету Мне так не нравится Она на голову шель свалилась Легко Сложно Если я знал, что надо с тобой драться А это надо сломать Аккуратно Не надо сразу ломать две Ну, сейчас он отвернется Ну Этот огонек я зажег А теперь мне сюда Практически А Опять Дадут на тебе покататься Я тебя так всегда пугаюсь Он взорвал А, боже Как я промахнулся Довольно ей Не заставляй меня делать это У тебя блестящее будущее Давайте сейчас И я покажу И я пощажу твою жизнь Я делаю это для себя А не для тебя Что я сделал? Я посвятил всю свою жизнь Сохранению нашей цивилизации Знаешь ли ты Чем я занимался Пока все остальные Предавались удовольствиям Даже сейчас С этим больным телом Я все еще ревностно И с надеждой Храню сокровища В этом хранилище Хранилище? Ты имеешь ввиду Этот бесполезный Жаждущий власти склад? Это пространство Было спроектировано Для размещения Генераторов энергии Кто знает Сколько еще Мы могли бы Разместить В новом Кунлуи Как ты смеешь? Величие нашей цивилизации Накапливалось На протяжении Многих тысячелетий Какой смысл Защищать еще пару человек Если мы забудем Кто мы такие Прошлое Это зеркало Позволяющее понять Настоящее Мы должны передать Наше наследие И Думаешь Мы все слепые? Большая часть вещей Здесь принадлежит Богатым И влиятельным Разрешение Разместить на борту Их личное имущество Было твоим билетом В новый Кунлуи Ты Чушь собачья У тебя нет Наказательств пришло время для реформ время смести коррупцию нет нужно убрать все даже былую славу давай на чистоту можешь сколько угодно строить из себя святошу но ты просто печешься о собственном эгоистичном выживании и ты наглец я покажу тебе что бывает когда не уважаешь старших но непонятно это можно использовать и я успел взломать только че я взломал а это выход это не выход и переход на следующую зону понятно он теперь вечно на меня будет охотиться это новая проблема привет я вроде как успел даже а я понял только эта штука сломала мне всю малину еще раз надо тупые бичи ну да можно типа там пройти больно да вы чё больно говорю чё непонятного было вон одна горит надо зажечь остальные и где тут теперь выход там внизу был давай и теперь не нужно эй ну я не мог отойти вот надо не подходить к ней не не прикасаться пока на это отворачивайся подлец отворачивайся тварь я там он поверху могу пройти их лучами пришибет только мне потом проблематично возможно надо будет назад возвращаться нажать пока он спиной повернется а он не повернется но попробуем мои сокровища прилетели а ну да я туда сейчас пройду их всех поубивает я туда наверх не попасть ты черт черт и не цепанулся так а чё дальше он придумает еще что-то же придумает ну конечно но я убил отставить как отставить я нажал отставить вернее пытался нашел стрелец все равно ну блин чё это за бред это выход дальше 2 прошли давай прикольный музыч я успею исчезай так щиты снова ну чё петушара землю жрать будешь это поднимается и но и но убирайся ой я же не хотел пробил нажимать уж просто рвочек нужен нет нет чем быстрее проход открыл да и вот там долго луча нету падла неплохо а я ушел дальше и прошел я сломал сломает так его пристрелило блин так они мне давят а я уже могу слазить мне же необязательно их все убивать ломать 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 вернее эти ящики так не помню что ты умеешь падать и взрываться помню блин она еще вот так делает вижу щит ай тут дверь я не видел дверь бред хотел полечиться перегорят 4 уже прошел гребан эти испытания с этими щитами дебильственными чего туда наверх запихали чего не поставили вниз вот это то самое я прекрасно знаю что мне сделать гнилостный лучник иди сюда давай ждем ее а еще раз успей не успел он просто такие подставы нелепые что два раза теперь надо а не успел ну и чуть-чуть не успел что за бред сейчас уже поздно на чтобы она полностью уехала в все с ну и 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 что как я обратно вышел и обратно вышел здесь торгуется и где-то и вообще с другой стороны вышел ну да имейте там открывать эту штуку и там наверху вероятнее всего о и справа вероятнее всего после проход дальше а вот и торгаш ну мне как раз надо потратиться снова здравствуйте господин я и расти но ты не видел бы его брата он грозный воин как две капли воды похожи на меня я встречал другое похожее оружие к сожалению что же произошло что же произошло неужели он совершил какой-то неблаговидный поступок позволь мне извиниться за него если он тебя и чем-то обидел мне пришлось сразиться с ним я произошло очень быстро так что я не проявил особого милосердия что ж его безрассудство таково что даже его младший брат пессилен что-либо сделать возможно ему нужен такой господин как ты чтобы вразумить его я не шутил я размажил ему голову не вини меня за это наше настроение отличается от вашего солариан это рано не смертельно правда в любом случае я хотел бы поблагодарить тебя за праведный поступок возможно моему брату и удалось бежать из безграничного хранилища но у меня есть другие способы его найти я планирую задержаться здесь на некоторое время прежде чем отправиться в путь если у господина я и есть дзынь для обмена не стесняйся обращаться и есть а у тебя обновился инвентарь твой всем еще поговорить надо в этом хранилище есть несколько контейнеров которые старые хрупкие будь осторожен когда будешь передвигаться знаю я в этих контейнерах родятся бесчисленные сокровища которые не выдержат если на них наступить я буду осторожен прошлый раз я по неосторожности порвал стопку старинных книг из-за твоей невероятной силы ох больше никогда прошлый раз сколько раз ты здесь был немного в последний раз я был здесь когда только открыл глаза и наверное век глаз как это называет живые существа матрица нет фабрика нет на 1 дом ох да мой родной дом и чушь а то что бред несешь какой-то да все тут только нефрит последнего боя мы его заберем мы не будем забирать или нафиг не вперся на здоровье ниже 25 процентов то есть когда по тебе . остается он мне не нужен я уж лучше потрачу на лук или какие-то более полезные вещи вот сейчас пойду и вот сейчас и потрачу во первых отдых это во первых во вторых павильон мне ж надо и готовскому чё-то отдать ну подарить но дарить не сейчас будем дарить будем потом хотя давай щас на подарок что у тебя там дай-ка посмотреть бомба гримового взрыва это запрещенное оружие фальши не видели с конца войны если я уменьшу его размеры настрою радио взрыва это может сработать что-то там поработишь себе под нос дай мне минутку и скоро поймешь я хотел лук улучшить ты можно трубку улучшить готова вот твоя новая стрела стрела громового взрыва была громобой стрелы сочетающие себя мощь бомб громового взрыва при попадании во врага эти стрелы генерируют серию взрывов мгновенно поражая их громовой силой на этом и тип менять надо вот тут надо менять смотреть какая лучше это насквозь а это наверно больше по боссам пойдет когда не ну сквозь ну вот и посмотрим так сюда давай-ка мы все переработаем и чуть сейчас купим флакон дополнительное количество дополнительная трубка давай 4000 следующий 6 стоит надо будет накопить и во первых я там чип карты нашел который тоже надо будет открыть а я улучшал те стрелы магазин азуритового песка увеличивает максимальное количество выстрелов доступных для азуритового лука нет я вообще весь лук и усиливать целебные свойства вашей трубки это тоже хорошо дополнительный зим при убийстве врагов взрывами талисманов блин пред помнить не на это давай мы как бы купим попробую хотя бы иногда убивать можете эту тысячу даже себе я куплю а ну и естественно давай-ка мы трубку пока чему дальше нельзя травяной катализатор а у меня катализаторов нету ну и все и 1000 у меня вот осталось 910 ладно ребят на этом все дальше продолжим в следующей серии ну а если понравилось видео поддержите лайком а также подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые выпуски с вами был фибоначо и пока пока